Биоудобрения в сельском хозяйстве Поговорим сегодня на государственном языке, а также на официальном. В гостях у нас сегодня, кунокто бюгун бізде, Кадыркулаф Нурлан Маратович, ЭКАГРА Компания Сын Джетек Чесей. Саламасыпы, Нурлан Мрза. Нусубалиев Улухбек Асылбекович, ЭКАГРА Компания Сын Джетек Чесей Нурмбасары. Саламасыпы. Саламасыпы. Ушандоли Ахматов Арстамбек Ахматович, Химия Лаштруджа на Осим Докторуду Курго-Департаментин бөлімбашчасы. Саламасыпы, Арстамбек Ахматович, Беренчелесруну, Нурлан Мрза, Сызге, Дженет Кунгелетат, Шо Био-Джер Сембертки Четеринин, Касеттерин, Айтеперсианстей. Руссатпоса, Расмедилинделя Айтверейн. Мы образовались в 2014 году. Значит, цель и задача нашей компании – это разработка и внедрение технологии производства биоодобрений. Это для повышения плодородия почвы, повышения урожайности. Начиная с 2015 года мы тесно сотрудничаем с Департаментом химизации защиты растений и постоянно совместно проводим полевые испытания, выездные апробации на тех или иных культурах. Значит, также нами проведена огромная работа в Чехии за 2019 год, проведены работы в тепличных условиях в Турции, в Анталии. И почему мы берем такую тему, как повышение плодородия почвы? Этот вопрос я бы хотел переадресовать Департамент химизации защиты растений Ахмату Астамбайке для того, чтобы как специалист, как официальное лицо мог разъяснить о важности данной темы. Спасибо. Арсен Бек Ахматович, что вы можете сказать? Да, ну я согласен с Мурланом о том, что наша работа совместная уже давно ведется, с 2015 года. И наша задача тоже определить полезность этого удобрения, особенно в свете того, что мы приняли уже органическое земледелие, переходим на органическое земледелие. Разрабатывали безопасность, все меры безопасности удобрения. С любым удобрением мы работаем по определенной программе. В первую очередь это безопасность удобрений. Вторая – это разработка норм, сколько можно вносить на гектару. В этом отношении мы проводили многие опыты, получили хорошие результаты. Ну и как вот по чевет, я вам скажу, что это очень хороший продукт для повышения плодородия. Наше плодородие в связи с тем, что мало используется в минеральных удобрениях, мало вносится в органических удобрениях. В связи с этим у нас плодородие падает, об этом говорят многие, но причин этого многие не понимают. Говорят от того, что много удобрений применяем, но просто мы не соблюдаем баланс удобрений. И минеральные удобрения, и органические удобрения играют важную роль на плодородии. И вот в этом отношении мы изучили роль этого удобрения на плодородии. Благодаря уникальной технологии получен уникальный препарат, можно сказать, который его оценили уже не только у нас, оценили уже в странах ЕС, в странах Европы. Я думаю, что это будущее за этим препаратом. И еще хочу сказать, что многие думают, что это просто так вот приготовить такой препарат. Нет, это не очень просто. Нужна особая технология и безопасность, чтобы предусмотреть. Почему? Потому что в любом органическом продукте находится очень много-много разных микрофлоры. Это очень опасно. Мы уже убедились в этом. Поэтому играть тоже, когда самодельные какие-то препараты приносят на испытания нам, мы в первую очередь должны обезопасить людей, рассматривать этот вопрос. Этот вопрос мы рассматривали. Действительно, обладает очень уникальными способностями. Микроорганизмы, которые там были, благодаря этим микроорганизмам, которые присутствуют на удобрении, идет рост активации развития растений. Почва сама усваивает его очень быстро, повышает свое плодородие. Вот это уникальность его. Спасибо. Улык Бекагай, сезге сруберим келадат. Биоактиваторуның жерге тегізген таасири, канча уақытқа созылады? Жанал жерде жулуп кетпей вейдеген срубада жараладат? Саламасын, дорогой. Бұл андан кейіндағы 2-3 жылы, өзің қасиеттерін жоғытпойтты. Өзің қасиеттерін жоғытпойтты. Бағы анкен анын құрамында, біздің бұл препараттың құрамында, ечқандай патогендің микроорганизмдер жоқ. Андан кейін, бұл жерге берілгенден кейін, ошо жердеге башқа минералық заттарды өздөштүрючі формаға келтіретті. Андан кейін, ошол жерде біздің препаратта қармалыған баяғы ічіндегі макро-жана микроэлементтер жер ғыртшында сақталып қалай өретті. Арсан Бек Мұрза айтып кетті, да, сізді қошымчал айтып кетсеңсі, био жер семерткеткетчілерінің пайдасы емінеде? Бұл емі пайдасы бұл біріншіден жерден топырақтыңдық олыс, бұл бірақтың імундуқ құрамын жоғарлатат, да, үмундуқ құрамын жоғарлататты. Рахмат Мурлан Маратович, следующий вопрос я адресу Иван. Какие элементы содержат в себе эти биоудобрения? Соответственно, в любом удобрении должно быть минимальное количество НПК. НПК – это азот фосфор калий. То есть это те необходимые элементы, которые нужны для растения, для его питания. Помимо всего этого прочего, в нашем удобрении еще находится куча макро- и микроэлементов, в которых нуждается растение. Мы не занимаемся растениями, мы занимаемся почвой. Мы улучшаем плодородие почвы, и за счет плодородия почвы повышается урожайность, повышается устойчивость к болезням, улучшаются вкусовые качества. И вот, как сказал мой коллега, иммунная система почвы, мы, наверное, ее впервые будем применять, иммунная система почвы, она тесно взаимосвязана с иммунной системой человека, по пищевой цепочке, как иммунная система почвы, потом растения, потом животных, потом человек. Мы замыкающая цепь, цепочку. И именно от нас зависит, как мы будем относиться к почве. Потому что, если мы не будем ухаживать за плодородием почвы, то, возможно, и мы будем получать малый урожай. Почва – это национальное достояние. И в этом плане я опять же хотел бы обратиться в Департамент химизации защиты растений и сказать, что на протяжении всего этого времени Департамент химизации защиты растений очень тесно, плодотворно, когда наша работа шла. Мы детально изучали все вот эти моменты. И специалисты как раз этой организации оказывали такую консультационную помощь, неоценимую, потому что это именно та организация, которая следит за качеством и за безопасностью продукта. Спасибо. Арсенбек Ахматович часто тоже задают вопросы сельхозпроизводителей. Если биоактиватор произведен на основе навоза, то зачем его покупать, если можно, как обычно, внести навоз на поля и разбросать? Вот такой тоже вопрос задает. Я уже об этом сказал, о том, что нельзя создать продукт просто в каких-то домашних условиях. Хороший продукт. Этот продукт создан в определенных условиях. Здесь присутствуют все макро- и микроэлементы, причем в доступной органической форме для почвы. Не говорим, мы не говорим, не для растений. Надо относиться к почве как к живому организму. У нее такие же процессы происходят, как у нашем организме. Такой же ход всех этих процессов. Начиная от того, что это же пища для почвы. И вот по нашим исследованиям, просто практика показала, что чтобы создать, вы знаете, чтобы создать, допустим, сантиметровый слой гумуса в естественных условиях, это надо будет очень много-много лет. Здесь буквально этим препаратом можно за 5-6 лет поднять уже на 1-2% содержания гумуса. Понимаете? Это очень-очень-очень важно, можно отметить, что это. Я напоминаю нашим гостям. Спасибо. Я напоминаю нашим гостям. И то, что сейчас я... О том, что приготовить и сделать такое, я уже говорил. Навоза, да, много, можно применять его. Но такой препарат в домашних условиях нельзя. И невозможно просто. Какая-то давайте destroy the body of ourself-error. Мы должны это learnt прескать как и срок. Мы сейчас будем показывать, что мы можем нарисовать бео-жеерты, что следует вам нужно использовать? Каким образом, мы можем сформировать бео-жеерты, который в твоей химии, на одной цель по другому, в данный момент, мы говорим о био-жеерты, для бео-жеерты химии, в том, что для плац. Это бездельное, это бездельное, для бео-жеерты, и для бео-жеерты, когда у нас уже где-то берут, Суга-тсу аркылу берся. Суга-тсу аркылу тамырына бергенден гейн, муну жалбырақ аркылу, көшімча азықтандырса, эффективлігі бірнесе ече жоғар болады. Ошу Джер Семертке чинен, ченемден ашық беру алу қорқынучу бар? Бұлаймын, ченемден ашық беру алу қорқынучу жоқ. Ханткені бұл деген 100% органика. Біріншеден, біріле қорқынуч байыға, біріншеден, біріншеден. Рахмат, Нурлан Маратович, чем отличается минеральные удобрения от органических? Это очень сложный вопрос. И я очень часто слышу вопрос, а можно ли отказаться от минеральных удобрения? Так вот, казалось бы, мы конкуренты, но в этом случае я должен сказать совершенно по-другому. Нельзя отказаться от минеральных удобрений. Нужен баланс минеральных удобрений и органических удобрений. Без минеральных удобрений мы, возможно, получим тогда очень низкий урожай. Поэтому, когда мы совмещаем и минеральные удобрения, и органические удобрения, тогда мы можем полноценно рассчитывать на хорошие урожаи. Дело в том, что в мире все устроено балансе, и в природе то же самое. И растения, они нуждаются во многих элементах, во многих питательных веществах, которые не смогут дать, скажем, органическое удобрение, которое можно получить через минеральное удобрение. Но в то же время есть другая часть, которые не смогут дать минеральное удобрение, которое пополняет органическое удобрение. Поэтому мы соблюдаем баланс. Спасибо, Арсенбек Акматович, если дополнить. Я очень хотел бы этот вопрос заострить внимание. Многие отказываются от минеральных удобрений, считая, что это панацея органических удобрений. Нет, это никогда. Почва состоит из минеральной части и органической части. Поэтому минеральные удобрения они подпитывают минеральную часть, органическую, органическую часть. Баланс нужно обязательно сохранять. Если сохранен баланс, определенные условия, созданные для растений, хорошие условия, полив и прочее, всегда это будет хороший урожай. Еще хочу добавить, что по удобрениям мы сейчас находимся по объемам потребления удобрения на уровне 1965 года. И органическим, и по минеральным удобрениям. Если раньше вносилось, в советское время, в 1986 году вносили до 600 тысяч тонн потребляли колхозы, совхозы, то сейчас где-то 130 тысяч тонн. Смотрите, 4-5 раз уменьшилось. По органике. Если в 1986 году органические удобрения вносились 4 миллиона тонн ежегодно, то в эти годы у нас не превышает уже 100 тысяч. Понимаете, вот что вопрос. Поэтому и падает плодородие. Поэтому многие не понимают этого. Думают, что это все вредное действие удобрения. Нет. Если удобрения применять в норме, в своей норме, не превышать их в той определенной норме, сохранять баланс, то, которое требуется почве, допустим. Тогда никаких не будет ни заболеваний, никаких не будет нитратов. Я в это уверен. А ведется ли департаментом какая-то информационная компания, чтобы фермеры, сельхозпроизводители знали о таких свойствах? Да, мы когда идем семинары, ежегодно мы проводим многих семинаров. Я об этом всегда говорю. Но, понимаете, многие не понимают просто... От того, что просто нет знаний у людей, которые занимаются сейчас медведением. Я за это не хочу говорить плохое о них. Я просто хочу, чтобы они больше интересовались этим вопросом. Очень много литературы. Особенно советской литературы почитать если советского периода. Там очень много всяких научных изысканий было по этому вопросу. И вот если сейчас те, кто этим пользуются, они очень хороший урожай получают. Улыбек Мирза, сезисыз кушау обкетсенс. Мы на биоактиваторыны айл-чарба-өсміктеры беру-ченемдерей, кандай? Беру-ченемдерей, и биоактиваторы, бардыгылэ, айл-чарба-өсміктеры один гектар, жирный гектар был , айл-чарба-ченемдерей, ударил гектар в�ан. Если мы должны были в этом году, то мы должны следовать им. Человек нужно украшать за 4-5 километров, И у нас есть граница с украшением, И у нас есть свои права, но у нас будет в день и украшение дым, Но если вы будете убирать, то если вы не можете убирать, то они должны быть в лучшем случае. Нурлан Маратович, у вас вопрос, безвреден ли биоактиватор? Соответственно, он безвреден. Чтобы нам получить такое заключение, нам понадобилось несколько лет полевых испытаний. Прежде чем выводить на рынок какой-либо продукт, мы должны выяснить, чтобы он не приносил вреда. Это очень большой вопрос. И, как сказал мой коллега, я хотел бы еще дополнить, каким образом все вносить. Мы бы все-таки рекомендовали выносить через почвенное внесение, корневое внесение. Листовое внесение идет как дополнение тоже. И чтобы ошибок было поменьше, как тут сказано было, в избежание этих ошибок можно через полив вносить. Так будет меньше ошибок. То есть это можно в любую погоду, в любых условиях, можно через полив, по бороздкам, по рыкам пускать и все. Безвредность. Ну, как она может быть вредна? Потому что это органика. Она приготовлена с навозом. Мы и так, и так навоз вносим на поле. Прошел очистку. Прошел очистку у вас хорошую. Да. И тем более, мы когда при технологии нашего производства, она проходит очень большую очистку. И у нас не остается никаких ни патогенов, ни какого там сальмонелла нету, ни орнитоза. Эта патогенная часть, она тоже бывает очень в себе риск заражения почвой. Мы должны избежать всего этого. И нас постоянно контролирует. То есть в этом отношении можно не переживать. А что нам нельзя? Дополнение. Вот я хотел сказать как раз о том, что почвы тоже болеют. Как живой организм тоже болеет. Когда вносят слишком, через чур свежего навоза, приготовленные не по правилам, вносятся вот эти вот все патогенные микроорганизмы, почва начинает болеть. Почему? Потому что та микрофлора подавляет микрофлору почвы, которая должна бороться с ней. И когда очень большое количество внесенного почвы на микрофлору не успевает справляться с той, как бы сказать, внесенной микрофлорой, то почва начинает болеть. А после ассоэта, соответственно, болеют и растения. Если больная почва, то и растение не поддаст урожай там. Но смотрите, такой вопрос. Если все так прекрасно, то можем ли мы отказаться от минеральных удобрений и полностью перейти? Это мое заключение, и я буду на этом стоять. Никогда нельзя отказываться от минеральных удобрений. И также нельзя отказываться от органических. Они должны работать совместно. Вот посмотрите, все крупные страны, Америка, Европа, они никто не отказался от удобрений. Хотя многие говорят о том, что да, органические, если хотите выращивать чисто органические, то для этого нужно создать условия о том, чтобы не было болезней в почве никаких. Не было никаких вредителей. Если вот, допустим, вредители налетят на органическое поле, допустим, чем его теперь травить там? Чем его? Только химия можно, понимаете? Но у нас таких условий еще нету, чтобы полностью перевести сельскохозяйство на органические рельсы. Но к этому надо стремиться, конечно. Улықпек Мурта, сездағы мемлекетик тілдей ошан айта кетсеңіз, да? Улықпек Мурта, сездағы мемлекетик тілдей ошан айта кетсеңіз, да? Мурта, сездағы мемлекетик тілдей ошан айта кетсеңіз, да? Сездағы мемлекетик тілдей ошан айта кетсеңіз, да? Сездағы мемлекетик тілдей ошан айта кетсеңіз, да? Нормальный продукт, мы его должны где-то либо под навесом хранить, либо это. А так, срок хранения 5 лет, до 5 лет. И при этом свойство на не теряете. Спасибо. Арсен Микакматович, вот какой спрос сейчас? Есть ли какой-то анализ? Да, спрос очень большой. Я говорю, что в связи с тем, что мы на органическое образмеделе переходим, спрос резко увеличился. И спрос, причем на качественное удобрение уже идет спрос. Те, кто предлагают, допустим, такие продукты некачественные, их очень много заводится. Производителей очень много. Уже народ, фермеры сами отбирают уже, видят, где какой препарат, они дают ему предпочтение. Поэтому я думаю, что этому препарату будет тоже дано. Вот препарат это новый, еще многие об этом не знают. Ну, я думаю, что год, два, три уже его оценят. Его оценили в Европе уже. Что же говорить тогда по нашей беке? Спасибо. Улык Пек Морза, да, айтып кетсенес, кандайда эзгөчіліктеры бар? Безде уготкан делегөчілер? Ну, я думаю, био плюс активаторы, нөзгөчіліктері, азыр, бір тоғын айтып өттік. Бұл, яме, жалпақ тілмен қырғыз шайтықанда. Егерде мұны бізді өзімдіктергі берет ұрған болсақ, баяғы, кездегі, дағымды, дағымды, өзімдіктерді жеген-гейін, жақшы шарттар олады. Анаң өзімдіктер гөп оруайд, тез өз өт үшіндай жақшы жақтар бар. Анаң ұшын қолдан өтіле, мен сұныш құлатылам да елдерге. Адықандар қайсылы жерден, қан тепті алыса болады? Біздің аймақтарда өкілчіліктер үз бар. Аймақтарда өкілчіліктер үз бар. Аймақтарда өкілчіліктер үзін әлсоғы. Біздің біздің байланыш телефонды ұзды айта кеттіңіз. 501-54-20-20 номер ғарқылуға ғайрылшыса. Аймақтарда өз-үз үз, өкілчіліктер үз, өл үз байланыш түп үзі, ғайлып үз байланыш түрлді, үз байланыш түрлі. Рахмат Нурландар Анатамаратович, үз бәріне үз, әліп ұйғы. Где и как могут купить биоактиваторы? Наш биоактиватор сегодня можно купить практически во всех регионах Кыргызстана. У нас есть официальные дилеры. Мы телефоны все это оставим. к сожалению не полностью телефон на память вот и хотелось бы мне пожелать чтобы наши фермеры в такой трудный момент они не упустили пассивные работы потому что мы должны осенью что все-таки получить хороший урожай и хотелось бы им пожелать чтобы у них была плодородная почва высокий урожай и чтобы не смотря ни на что они получали своевременно все удобрения спасибо арсенек мурза вот такой вот вопрос какие часто ошибки допускают наши фермеры и вот на ламбер за отметил об урожай до чтобы хороший урожай получить какие требования должны соблюдать во первых нужно провести анализ почвы химический анализ почвы на содержание питательных элементов как и врачу мы приходим сюда анализ проходим кровь берем там после этого врач только смотрит когда берут сделать анализ там уже видно будет почва что она содержит какой элемента не хватает и вот из-за этого исходя из этого нужно уже работать с почвой или фосфора или азота или калия добавить или органики добавить вот с таким подходом только надо работать она глаз мы почву не видим что там творится понимаете и на глаз очень трудно сказать по состоянию растений можно определить еще чего-то не хватает но это уже упущенное время а когда весной или рано весной или осень даже сделать анализ почвы посмотреть и приготовить уже почву зимний период в осенний период приготовить почву внести все удобрения запахать ее и весной уже засеять уже вот я в залог хорошего урожая спасибо лукбек мурза сезда хошим чалап эфирдин аяғында толк тап кетсенез болтым мэм мэмен мэн эфирдин айэндарты айтарым бизэме үлкөнін тамағаш қауіпсуздуғын сақта уыз герек болса эллвиздин саламаттыгын сақта уыз герек болса бизошу жер ғыртышның екосистемасын талқалауашуыз геректі екосистемасын талқалауай Это сразу необходимо создавать санканируй. Если говорить про минералы и органиков, мы должны быть использовать правильный эффект. В прошлом месяце, когда минералы и органики и органиков, мы должны получить очень много в эшелиновых исследований. рахмат маратович вам слова в завершении эфиром я хотел бы пожелать всем нашим сельхозникам как я говорил до этого высоких урожаев чтобы у них была почва такая плодородная чтобы выращен урожай был вкусный качественный безопасный и ведь каждый год весной когда 1 клубника выходит мы когда клубнику кушаем можем боимся это немножко неправильно мы не должны бояться этого мы должны годиться нашим продуктом мы должны его экспортировать спасибо арсен бекахматович я могу пожелать только что здоровье всем всей нации всем людям чтобы прошло это тяжелое время чтобы люди приступили снова к сельскому хозяйству как раньше работали на благо своей архудимы спасибо рахмат мин айтвое цепь бюгун безден гонок то без кадр кулаф нурлан маратович болды эка агрокомпания сын джетек чесе нурлан бурза сезге чонг рахмат ел перген сучуен в шунделе бюгун бездей гонок то насыбалей фулуғбек асылбекович болды эка агрокомпания сын джетек чесен урун басара сезге дай чонг рахмат в шуту или ахматов арсенбек ахматович химия лоштруджа на юсим доктор дюю курго департамент нын бөлім баш чесе рахмат арсенбек ахматович спасибо вам что уделили время пришли было очень такая плодородная беседа я считаю многим на пользу сезде рейлгорсен программа сын гордон здер телеканал не у тиви не у тиви телеканал онында мене лиза балбак ол сезмен қошты шом біз менің қалымыз саламаттығыңыз мұн айталар мұн айталар